Всем привет! Меня зовут Ольга. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня, я надеюсь, это будет заключительная часть раскрашивания в книге Таинственного сада Джоанны Бесфорд. Остались мне только бабочки раскрасить. Что я сделала без камеры в прошлый раз. Закончила все листья, как вы можете видеть. Использовала поверх фломастера полностью карандаши, потому что мне не нравилось, как этот фломастер выглядел. И плюс я сделала фон, как я и говорила. Использовала аквамаркер Спектруб Нуар, желтый. Ну, вполне себе прилично получилось. Выглядит, да, действительно, как будто акварелью раскрасила. Никаких полосок, никаких проплешин. Всё очень мило выглядит. Ну и вот, для сегодняшнего раскрашивания приготовила тут целую кучу. Какие-то, может быть, понадобятся. Это вот лайнеры Штетлер. Подходящих цветов. Сиреневые, голубые, фиолетовые. Потом вот фиолетовый Спектруб Нуар. Аквамаркер. Белый карандаш, на всякий случай. Так, это тоже Штетлер. Фломастер, сиреневый Маппет. И карандаши Присма. Это вот тёмно-фиолетовый, карибский, голубой и сиреневый. Номера 931, 1103 и 956. Может быть, и не всё мне пригодится. Просто сразу уже здесь всё положила. Так, давайте приближу. Вот. Бабочки я решила не все голубыми делать. А вот будет несколько сиреневых. Одна, наверное, фиолетовая. И сколько тут останется голубых. Вот эту я хочу сиреневые сделать. Поэтому беру вот этот сиреневый Маппет-карандашик, фломастер. И буду её раскрашивать. Тут много таких каких-то мелких деталей. Которые я потом, наверное, пройдусь лайнером. Ну и вот карандашом, возможно, тоже поверх этого фломастера. Посмотрю, как будет выглядеть. Можно будет белым карандашом тоже. Какой-то подсветлить. Импровизировать. Буду, как я обычно, делаю никаких заготовок. Как я буду раскрашивать. Так, примерно. Жарко здесь становится. Ну, не так жарко, как вообще бывает иногда. Вообще-то май здесь самый жаркий месяц. Перед мансуном. Но в этом году много дождей идёт. И вот сегодня тоже как-то посмурновато. Поэтому такой сильной жары нету. Вот. Ну, не жарко это 28. Для местного климата 28 это не жарко. Вот когда уже за 30, 35 тут бывало тоже. То для меня, да, это вот чересчур. А если спустишься здесь в равнинную часть. Мы-то в горах. В равнинной части там вообще бывает летом 46. В общем, ужас. Поэтому они считают, что здесь, в столице, это нормальный климат. Ну, оно и правда, да. Такая сильная жара, вот, если месяц, ну, максимум 2. И то не каждый год. А зимой тоже не очень холодно. Ну, ночью бывает, заморозки даже иногда. Ну, обычно так вот и днём. Так, как ещё хочу сделать сиреневый. Но пока не буду. Сделаю. Вот фиолетовую возьму. И вот, вот эту хочу сделать с фиолетовой. Тоже аквамаркером. Один раз было здесь очень холодно. Зимой, в феврале. Шёл снег даже. А в чём проблема? Здесь же дома не отапливаются, ничего нету. В доме было 6 градусов. Это было так холодно. Включали обогреватель. И сидишь завёрнутый в одеяло. И одеты, конечно, как на северном полюсе. И вот перед обогревателем всё время. Ну, это вот был один раз, какой-то такой год. Обычно всё довольно тепло. Так, какой ещё сиреневым сделать? С фиолетовым, наверное. Вот эту, наверное, сделаю тоже с фиолетовым. И такой вот. С этой стороны. Здесь, в Непале, я видела вот самую красивую бабочку. Ну, как по мне. Это вот здесь. И сколько я за ней охотилась с фотоаппаратом. Но очень трудно её сфотографировать. Она так порхает очень сильно и как-то волнообразно. Так мне и не получилось её заснять. Она такая крупная. Раза в два, наверное. А то и больше. Крупнее наших вот привычных бабочек. Так, эти буду карандашом. Не нашла никакого светло-голубого фломастера, ни аквамаркера. Все какие-то довольно тёмные. Поэтому буду карандашом. Так вот, эта бабочка, она раза в два крупнее. И она чёрная. И на этом чёрном фоне такие бирюзовые узоры. Очень красиво это выглядит. И так непривычно. Чёрная бабочка. И такая вот крупная. Несколько раз раньше я видела её во дворе у нас. Сейчас уже не вижу. Ну и вот куда мы там ездим иногда. Какой-нибудь парк, там на природу. тоже там видела. Если вот говорю, пыталась словить, никак. Ну, есть такие фотографии, но они не чёткие. Не такие вот, как я бы хотела. А других бабочек у меня есть фотографии. Их более просто сфотографировать. Ну, вот как у нас тоже здесь адмирал, монарх, вот это вот, крапивница. Их тоже здесь они есть. Их я нафоткала. Прилично. А потом кого ещё я здесь необычных видела? Стрекозы очень красивые. Разных цветов. И вот и зелёные, и голубые такие видела. И самая такая экзотическая это красная стрекоза. Правда, её я только один раз видела. В Ботаническом саду мы ходили. Вот там я её поймала тоже с фотоаппаратом. Ну, понятно, почему. Я одно время очень сильно увлекалась фотографированием. И блог у меня там был вот это. Потому что всякие такие экзотические места, какие-то традиции на камеру словишь. Вот каких-то насекомых, животных. всё время ходила со фотоаппаратом. Прям вот помешан. Сейчас уже позатихло это всё у меня. Не смотрелось всего уже. Кого ещё я видела? Попугаев больших белых. Ну, это я видела из окна. Сидели они у нас. Причём, когда разместила на интернете эту фотографию, какой-то специалист мне написал. Он ещё удивился, когда увидел, потому что оказывается таких попугай в Непале быть не должно. Вот он очень интересовался. Не знаю, может какие-то мигрирующие попугаи были. Мне было просто интересно, что вот такие большущие хохлатые попугаи вот так запросто сидят за окном. Непривычно нашим европейскому глазу. Ну, из животных никого такого специфического не видела. Ну, слоны, понятное дело. Мосорога видела вот изотрачить в парке. Тигр не видела. Тут они устраивают в сафари типа в джунглях. И тигр там есть, конечно. Тут же их охраняют и все такое. Ну, вот, увидеть ни разу не довелось живьем тигра. Только носорогов. Ну, павлинов видела, понятное дело. Павлина уже никого не удивишь. серьезно, жарко мне в этой комнате. Уж надо включать сентилятор. Комнатка маленькая, быстро нагревается. Хотя это вот не солнечная сторона, а вот все равно. так, что-то какой-то угол у меня сегодня, мне кажется, не такой, как раньше. Вроде ступрена поставила. Не знаю, или мне так кажется. Так, ну, вот, в целом мы их раскрасили. карандашом. Так, давайте попробуем вот эти узорчики на ней более темным голубым штепером. Да, что-то они не сильно выделяются на этом черном фоне. Эти кружочки. сейчас читал в газете уже вот сезон подъема на Эверест начался, вот он в начале мая, да, начинается всегда. Уже 6 человек погибло. Каждый год вот какое-то количество их и все равно народ идет рискует жизнью. Молодой совсем кто-то 36 лет как-то японец погиб. Постарше некоторые тоже лезут. Не люблю вот когда у меня картинка висит висяк, так сказать, поэтому хочу уже закончить эту картинку, чтобы успокоиться. Думаю, сегодня уже и закончу. Не так много этих бабочек. Простые они довольно такие. Так, вот еще эта голубенькая. Каким цветом сделать на ней? Так, вот эти все голубые. Эти будут ее. брюшко. Так, ну и здесь вот этот пушок. Так, а может быть вот эти сделать каким-нибудь фиолетовеньким. Чтоб чуть получше выделялись. Сегодня два отдела порядка. Тут все в шкафах. в шкафах. Ай, вот вспомнила у меня там лежит коллекция свадебных приглашений. Которые здесь ходочные свадьбы всякие всегда приглашения дают. я поначалу все их собирала, но потом их уже столько стало накапливаться. Теперь-таки я уже храню только которые самые красивые и какие-то самые необычные. Пересмотрела. Думаю, может быть, сделаю видео, покажу. Вам, мне кажется, будет интересно некоторым из вас посмотреть, как здесь вот оформляют приглашения. Вообще, у меня есть эта мания что-то вот собирать не знаю, всякий мусор. И вот эти вот приглашения по идее, ну, не нужны же они. не знаю, жалко как-то выбрасывать, они такие красивые. Ну, вот интересно посмотрела, сейчас помнила, некоторые помню даже какие свадьбы были, ну, которые такие запоминающиеся, конечно. Основная масса, они похожи все. А где синенькие? Потом вот люблю я шоколад, конечно мне от шоколада отказаться это невозможно. Каждый день мне нужна моя порция. Вот, и тоже собираю я как бы не все обертки от шоколада, которые я когда-либо пробовала, но вот которые самые экзотические, какие-то необычные. Да, вот тоже как бы собираю. Есть у меня небольшая коллекция. ой, а потом собираю я всякие вещички кошачьей тематики. Это вот тоже какое-то помешательство. И фигурки у меня есть разные, и игрушки котики, и вообще у меня есть и полотенце с котиками, и коврик, и кружки, ну вот все такое. Не знаю, вот тянет и все как увижу, так вот и не могу устоять. Так что вот у меня уже такая коллекция тоже есть. Ну, плюс украшения тоже, кстати, украшения из кошачьей тематики отдельно у меня еще. Украшения не такие там золота, бриллианты, бижутерия, или вот серебро с такими самоцветами. Как-то все само собирается, даже не планируешь, здесь, наверное, я беленьким сделаю, не планируешь, а потом смотришь, а муж как-то не собирался. Кто-нибудь из вас страдает таким тоже, как я занимаюсь собиранием. Коллекционирую, мне так звучит солидно, конечно, коллекционирую. Теперь еще и раскраски я тоже как бы собираю. Всякие мелочи делают жизнь интереснее и в доме тоже как-то свой характер придают дому. Всякие такие вот. Так, давайте теперь вот эту фиолетовую, наверное, это не фиолетовую, а сиреневую, где он, сиреневый карандашик. Вот он. Полностью, наверное, я закрашиваю этим, потому что как-то фломастер на окончиках только оставлю. птички сегодня не слышно, вот другие птички поют. Здесь вообще с утра такая какофония птичек. Ну, приятно, конечно, просыпаться под пение птиц. Ну, такой они иногда устраивают галдеж. Спать вообще невозможно. А есть такие маленькие птички в два раза меньше наши воробья. Ну, голос такой звонкий у них. Один раз зимой тут холодно было ночью. и я прямо на пороге нашла. Сидит такая у меня кошки сейчас вот быстро уделают. Ее в дом принесла. Думаю, она больна или поранил ее кто. Посадил там в коробку. Все, она посидела и отошла. Она просто оказывается замерзла. Ну, и так не боялась она особо ее брала. Сидит у меня в ладошке на пальце смотрит так вот. Особо не было у нее такого страха. Но потом выпустила я ее. Была рада, что она все-таки не оказалась какой-то заболевшей птичкой. Так, вот эти узорчики каким-то темно-фиолетовым сделать, что ли. Этот, наверное, сиреневый. Чего еще светло будет? Давайте-ка фиолетовым попробуем. Этот набор 42 цвета. что это? Некоторые цвета, если честно, они какие-то, ну, только если писать дневник или еще что, чисто для раскрашивания, они какие-то чересчур темные, даже не разберешь, какой цвет там. Вот этот фиолетовый тоже, на мой вкус, чересчур темный, он не видно особо, что это фиолетовый. как бы, почти как черный выглядит. Ну, вон, птица наша появилась. Пообидал, наверное, с новыми силами за пение. Так, и вот эти тоже так сделаем. Так, брюшко сделать. Еще эти полоски тоже так сделаем. планирую в Беларусь ехать, вот еще точно я не знаю, когда. Еще в середине июля, что-то там месяц полтора побыть. Ну, и как раз вот уже там август погода начинает портиться. Ну, еще так в принципе ничего. Совсем не хочу уж, когда осень приходит, вот эту одежду тащить теплую. Ну, ее и так надо брать никогда не знаешь с нашей белорусской погодой. Так, ну, такая-то бабочка получилась. И осталось у нас две бабочки таких вот и таких фиолетовых. Какой-то этот мне не нравится тоже фломастер, как этот выглядит. А цвет, наверное, сейчас я не смогу найти карандаша. эти-ка тогда вот эту раскрашу. Здесь получше полоски всякие. здесь такой штетлер у меня подойдет, наверное, вот эти все мелкие детальки. так. и брюшко. Ну, вот так. и все видит как быстро. Сейчас можно добавить немного тени. Так, где-то мы фиолетовым. Вот он. Фиолетовый карандаш. А вот тут, наверное, чуть-чуть подтянем. Вот так. блендер. Вот он. тоже готова бабочка. на изгибе на изгибе полковерна. Ну, вот осталось вот это только. Вот этот мне не нравится, как лег фломастер или что это, аквамаркер на меня так лег. каким цветом закрасить. А это будет очень темный. так. Ну, вот очередная законченная картинка у меня в книжке Джоанны. Так, она у меня не очень этот таинственный сад идет. Ну, вот. Вот сколько-то пораскрашивала. Давайте-ка вот этим сиреневым сделаем глаза тут. Ах, вот еще узорчики. ну, вот так. Эту бабочку я вот карандашом пройдусь еще. Просто надо выбрать подходящий. Сейчас уже не буду уже искать в записи этот карандаш, потому что вот именно этот цвет я чуть-чуть не подготовила. Только для тени. А так, все, картинка закончена. Ура! Сейчас мы отдалимся. Обратно. Так, чересчур отдалились. Ну, вот так эта картинка теперь выглядит завершенная. Не замысловатая, простоя все, но симпатично. Мне нравится. Ну, вот я и закончила свой первый цикл раскрашиваем и болтаем. Надеюсь, вам было интересно. И думаю, что я продолжу. В следующем месяце выберем какую-нибудь другую картинку и продолжим этот цикл. А на сегодня все. Спасибо, что оставались со мной. До следующего раза. Пока!